У юношей старшеклассников более 60 городских школ впереди 4 дня для того, чтобы продемонстрировать все навыки начальной военной подготовки, которыми они овладели в течение учебного года. Учебно-полевые сборы на базе лагеря «Дружба» пройдут в два потока – с 11 по 14 мая и с 15 по 18 мая. В них примут участие больше тысячи мальчишек, и, как отмечают некоторые из них, тяготы воинской жизни, с которыми им придется столкнуться в ближайшие дни, ребят нисколько не пугают. Здесь нас учат в начальной военной подготовке. Пока не тяжело. Также эти полевые сборы тренируют мой характер, дисциплину. Также развивают чувство патриотизма. Я горжусь, что я родился в Украинской стране. После школы я пойду служить в армию. Сегодня первый день сборов, начавшийся с торжественной церемонии открытия и продолжившейся тактическими занятиями. Уже завтра ребят ждут занятия по гражданской обороне и по основам военной службы. После им предстоит огневая подготовка и занятия по военной топографии. Ученики подводят итоги годичного обучения начальной военной подготовки. За четыре дня они проходят полностью разделы начальной военной подготовки. То есть именно огневую подготовку, строевую подготовку, гражданскую оборону и естественно тактическую подготовку. Во время учебно-полевых сборов наравне с занятиями по НВП также пройдут соревнования по военно-прикладным видам спорта. Кросс на тысячу метров, подтягивания на перекладине, стрельба. Ночевать на базе лагеря участники сборов не будут. Для их перевозки туда и обратно привлечены автобусы ТО «Автопарк». Стоит отметить, что в это же время около полутора тысячи девушек в школах будут проходить военно-медицинская подготовка. Асен Кинжалин, Алексей Уразов, программа «Факт». ТО «Автопарк»